Дорогие друзья, сегодня мне прислали очень интересное стихотворение Сергея Иванова. Мне очень понравилось, я думаю, что вы тоже не останетесь равнодушными. Это касательно нашего «сострадания» тем, кто погибает, проливая кровь за нас. Отмечающих очень бурно дни города, как это было в Москве 11 числа, в строгий пост, праздник, посекновение главы Иоанна Претечи, крестителя Господня. Очень обидно, досадно, как говорят, ну ладно, сойдет. Как нам все аукнется? И вот я, дорогие друзья, и к себе обращаю эти слова. И хочу вам сказать, бесполезно, родственникам говорю, ответ знаете какой? Слышу, ну послушай, но люди привыкли к так жить, им не надо ничего, ой, ничего, ну ответим, придет время, ответим. Это говорят глупые люди, которые вообще не знают ни смысла жизни. Я уже не говорил смысла основных духовных законов и христианства, не знают. Танцуй, веселись, ешь, пей. Как в глупой песне, да. Пить будем, гулять будем, а смерть придет, помирать будем, да. Вот так и думать, что смерть придет, помирать будем, будет очень страшно. Недаром, в кануне покаянным, есть слова. Страшно будет, егда, когда душа от тела разлучаться будет. Ну, по барабану, извините, использовать такое слово противное. По барабану нам всем, по делам. Вот, послушайте, какое стихотворение. Под Балаклеей смерть скосою косил наш славянский люд, А над вечернюю Москвою резвился праздничный салют. Чего там празднуют, не знаю, сегодня праздник у Москвы, А мы тут просто умираем, чтоб там, в Москве, смеялись вы. Повсюду радости, веселья, попкорн и сахарная вата, Счастливый смех на каруселях, а тут свинец жуют солдаты. Бюджет освоен, мир оплачен, Народу зрелища нужны, А кто-то ночью в плен захвачен за то, Что русской ждал весны. Опомнись, пьяная столица, Проспись от пьяной кутерьмы, Тебе еще не раз приснятся в горящих бэхах, пацаны. Закончен пафосный хвалебен, Грустит у гума туалет. Сентябрь Пишет нам на небе На совесть кровью букву «З». В Купянске снова грады воют, Славян славяне насмерть бьют, А над проспавшейся Москвою Дожди слезами слезы льют. Что добавить к этим словам, Пишет автор этих стихов. Вчера не только в Москве, Но и во многих городах страны, В том числе и в Саратове, Прошли праздники с салютами и концертами, И только в Алуйках, В семидесяти километрах от Купянска, Отменили вечерний концерт. Мне стыдно и больно за нас, Соотечественники. Позор тебе, российская столица, За этот мерзкий праздничный салют. Как сможешь ты от крови той Отмыться, что за тебя в боях солдаты льют? В день горя, катастрофы и провала, Отметив с торжеством свой юбилей, Успехом, вражием, Ты салютовала и поражению армии твоей. Честь, совесть или родственные чувства Тебе понять неужто не дают, Что в этот день трагически кощунством Ивелся праздник твой и твой салют. Позор тебе, позор, моя столица! Перед народом всем и всей страной Сам от сада готов я провалиться, Ведь я и сам твой житель коренной. Ты крупной суммы выделала смету На эту вакханалию твою, А у солдата нет бронежилета, И потому солдат убит в бою. А как Кремля священными стенами Теперь на бой призвать бойцов твоих? Как им сказать теперь, Москва за нами, Коль ты, Москва, ты плюнула на них? Своей гордыни, барской, заскорузлой Не слышишь ты народной скорби клич? Нет, мне ничуть не стыдно, Что я русский, Но стыдно мне сейчас, Что я москвич. Великолепнейшие стихи! Я вот решил их зачитать. Но видно, дорогие друзья, Все это бесполезно. Нечестивый пусть, а нечестивеца, А верующий пусть делает правду. Ну, как-то там в Откровении Иоанна Богослова Сказано близко к этому тексту. Дорогие друзья, Мне кажется, Что же бесполезно Кому-то что-то говорить. Даже вот я на своем канале, Обращаюсь и к себе, И ко всем По одному месту. 50-100 просмотров. Я не умею С компьютером обращаться. Мой напарник умер недавно. Я один, я думаю, Может быть, это промысел Божий, Чтобы не прекратить этим заниматься. Смотрю, нет. Один или двое пишут, Ой, пожалуйста, Александр, не надо. А зачем? Зачем мне это надо? Мир уходит Из души. Я, конечно, раздражаюсь. Гневлюсь. Не без этого. Хоть говорят, там праведный гнев. Какой там праведный? Праведный гнев был у Христа, Когда он кнутом Выгонял продающих Голубей в храме. Думаете, у нас сейчас не продают В храмах? Я много хожу и много вижу. И бесполезно Что-то говорить кому-то. Все. Православие исчезает. Уже Феоплан Затворник об этом говорил Почти 200 лет назад. Два-три поколения. Прошло уже 7-8 поколений. И мы видим, что творится. Лицемерие кругом. Кругом лицемерие. До каких пор оно будет? Конечно, нельзя обвинять власти. Но Господь это попустил Нам, как я в нескольких роликах Говорил, приводил слова Алексея Ильича, Уосипа, профессора Московской Духовной Академии, Когда он говорил о 6 веке, Когда переворот был совершен Неким фокой И текла кровь. Плач, стоны матерей, жен. Один монах молился. За что нам Господь-то такое послал Византии православнейший? Молился не так, как мы молимся. Пост у нас. Я по себе хочу сказать. Так можно жить до смерти С такими постами. Не ел и не пил. И молился. Усиленно. Всю неделю. И Господь открыл. Искал худшего, но не нашел. Так что То ли еще будет, дорогие друзья. Конечно, не пророк. Но, видя, что творится у нас в стране, В Москве, Это позор. А будет еще мало не покажется.